На телеканале Самаргиз пришло твое время в студии Юлии Черняева. Всех приветствуем, всех рады видеть и, конечно, хочется искренне пожелать всем нам на эти выходные хорошей погоды. Ну и не забывайте, друзья, что наступил тот самый учебный год, когда хочется учиться, учиться и учиться, но и, конечно же, хочется творить и участвовать в каких-то проектах, конкурсах, грантах, семинарах, конференциях и так далее. Вот и сегодня мы здесь подводим такие вот интересные, творческие, всякие другие итоги конкурса, который отгремел совсем недавно. Это «Студент года-2016». У нас сегодня девичий состав, но, тем не менее, мне кажется, от этого еще прекраснее наш эфир будет. Итак, давайте буду представлять, кто сегодня к нам пожаловал. Исполнительный, точнее, заместитель исполнительного директора конкурса «Студент года» с нами здесь Анастасия Алферова. Настя, здравствуйте. С нами здесь также победительница в номинации «Молодой профессионал года» Джульетта Хачун. Здравствуйте. И лауреат номинации «Студенческая творческая личность» Анна Трактирова. Анна, здравствуйте. Ну что, вам хочу сейчас и всем тем, кто к нам присоединился, показать, что же такое «Студент года», как это было, что интересного. Потом вернемся в студию. К этому дню самарское студенчество готовилось почти полгода. 354 заявки из 63 высших и среднеспециальных учебных заведений региона. В этом году впервые проводился очный этап. В результате члены жюри отобрали 55 кандидатов на победу. Доброволец, творческий коллектив, спортивная команда, 12 номинаций, самая популярная – «Интеллект года». Победителем в ней стала Луиза Кирасирова, студентка медицинского университета. Я призываю всех студентов, которые только в этом году поступили в университет или только-только начинать свой научный путь, никогда не сдаваться, стремиться и ваши заслуги всегда будут оценены. Две награды с церемонии унес студент университета путей сообщения Сергей Фроленков. У него премии «Лидер года» и «Гран-при». Сергей на сцене в форме студенческих отрядов. С первого курса он ездит по стране и помогает строить важнейшие объекты инфраструктуры. Начал свою деятельность строительство объектов в городе Сочи, олимпийских объектов. Потом с ребятами работали на полостуре Ямал, работали при строительстве подъездных путей к Керченскому мосту. Хочется отдельно высказать благодарность российским студенческим отрядам, которые действительно являются лучшим движением страны. Я хочу поздравить всех, кто сегодня принял участие. Мы будем делать все, чтобы давать вам возможность, условия создавать, что везде и всюду вы побеждали. Уже практически строим Гагарин-центр. Мы хотим все наши средне-специальные учебные заведения подвести под стандарты WorldSkills. На церемонии вручения премии студенты стали причастными к еще одному важному событию. Когда все награды нашли своих героев, был дан старт программе «Городские волонтеры». Программа «Городские волонтеры Самарской области. Чемпионат мира по футболу» объявляется открытой! Мы приветствуем всех по критериям, кому от 16 лет на момент мая 2018 года будет и без верхнего ограничения возраста. То есть и школьники, и средний возраст, и волонтеры серебряного возраста тоже могут стать участниками нашей программы. Городским волонтером может стать каждый, но на студентов особый расчет. Те из них, кто вошел в число лучших сегодня, теперь будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе. Если вы там были, то знаете, как было здорово, что было потом крутое выступление Юлианы Карауловой. Но, а у нас сегодня здесь очевидцы событий. Настя, ну как организатор, как человек, который был и за сценой, и мысленно со всеми теми, кто был на сцене, как прошла подготовка, и как ты оцениваешь само мероприятие? На мой взгляд, мероприятие в этом году прошло еще лучше, чем в предыдущие годы. В этом году наш конкурс отметил маленький юбилей, свой первый юбилей, это пятилетие. Не думаю, что будет лишним опять сказать, что конкурс проходит благодаря правительству Самарской области, администрации городского округа Самара, совет ректоров Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций. Служить организаторы все помнят наизусть. Дом молодежи, надо сказать. Да, и уже третий год подряд Самарский дом молодежи является исполнительной дирекцией конкурса. Я, как начальник отдела по организации мероприятий, являюсь заместителем исполнительного директора этого конкурса. Ну, в этом году мы приготовили очень много сюрпризов, очень много ношеств, которые у нас прошли, мне кажется, весьма успешно. Прежде всего, это нас очень просили разделить две номинации «Интеллект года» и выделить оттуда номинацию какую-то для СУЗовских студентов. Потому что уровень сложно поддерживать. Вот, ну, как бы, два, совершенно две разные образовательные организации, нацелены они на разное. А одни занимаются именно... Научной деятельностью. Да, научной деятельностью, а другие, наоборот, профессиональной деятельностью. И в этом году у нас была номинация «Молодой профессионал года». Она была весьма успешной, очень много было заявок в этой номинации. У нас вот присутствует победитель в этой номинации. Да, мы потом ее поспрашиваем, конечно. В этом году у нас изменилась номинация «Гран-при» «Порядок награждений». Если в прошлом году в «Гран-при» мог подать заявку любой желающий, то в этом году «Гран-при» присуждалось из уже имеющихся победителей индивидуальных номинаций. Таковых у нас было восемь. То есть у нас в итоге жюри «Гран-при» из восьми победителей, уже были подведены итоги, выявили одного того самого, который стал обладателем «Гран-при», и унес из МТЛ-арены две награды с собой. Ну вот вы видели Сергея. Да, 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 Сергей Фроленков. Также в этом году впервые мы провели очный этап. Это было сложно, это далось нам нелегко, но мы это сделали. Мне кажется, это просто необходимо, потому что портфолио сухо прикладывают, жюри смотрят, и как бы все, и на этом расходятся. Пусть оно там, да, весит килограмм десять, да, но у человека хочется посмотреть. Оно, да, весит порядка очень много, и мы периодически, когда жюри просим, просят принести там портфолио для повторного, мы прям его переносим с полки на полку. Вот, но очный этап в этом году прошел весьма успешно. У нас из 354 участников 130 были приглашены в очный этап, и после уже 130-55 прошло в финал. Слушайте, прям битва какая-то невероятная. Мне кажется, это говорит о том, что статус конкурса и статус вот этого всего, что происходит внутри, открытый, во-первых, и что вот он повышается. Да, в этом году мы тоже, хочется отметить, сделали намного больше, как просили прозрачной этой церемонии, мы все абсолютно публиковали, списки тех, кто прошел в очный этап, списки тех, кто прошел в финал церемонии. Если в прошлом году это было интриги для всех, то в этом году это уже более открыто. Ну, все знали уже, что они лауреаты, точнее, номинанты. Номинанты, номинанты, да. А потом уже лауреаты или победители. Джульетта, ну расскажи, что же такое вообще у тебя в жизни случилось, потому что ты вот первый раз, я так понимаю, участвуешь, первый год, и так успешно, так сказать, заняла такую замечательную, почетную номинацию студенческой «Профессионал года». Молодой «Профессионал года». Спасибо большое. Ну, для начала я хочу сказать, что я, меня зовут Джульетта, я учусь в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Я являюсь заместителем председателя студенческого совета, и непосредственно столько конкурсов я уже прошла, и это студенка года, он первый для меня такой, но в принципе профессиональной деятельности я очень много уже преодолела. На какой специальности ты учишься? Я модельер-художник, я специалист по волосам, это моя стихия. Вот, друзья мои, можно практически из эфира сразу записываться на какие-то консультации, и мне кажется, что человек ответит с удовольствием. А какие работы? Понятно, что, допустим, вместо человека где-то работает какую-то научную деятельность, статьи, какие-то доклады и так далее. Что ты прикладывала к досье, мне хочется спросить? Фотографии или живых людей приводила? Вы знаете, мое портфолио было также креативное. Я отрезала, помню, у подруги выбрала бок. Принесла с собой? Нет, я наклеила на портфолио, выложила волну из настоящих волос. Я думаю, это запечатлилось у жюри. Мне кажется, да. Смелось во снах. У моей подруги тоже запечатлилось. Здорово. Слушай, ну а как вот ты отреагировала на то, что ты победительница? Честно говоря, я даже не надеялась, не верила. И когда на сцене объявляют вот это вот, и победителем становится, и я слышу свое имя, это мурашки по коже. Ты тоже не осознаешь это на сцене, просто как бы как робот идешь, да, дают что-то. А в портере уже ты кричишь от всех эмоций. Понравилось? Это очень, очень понравилось. Ну просто интересно, что вот как бы, может, многие студенты колледжей стесняются, да, вот как-то подаваться? В этом году, я знаю, много, да, было? В этом году у нас количество колледжей вообще увеличилось. В прошлом году это было порядка 40, в этом уже 50. По-моему, область, да, присоединилась? Да, очень. Расширили муниципалитет. У нас в прошлом году их было 9, в этом году уже 14. Прям растем на глазах. Хочу теперь у Ани спросить, каковы эмоции, впечатления у тебя? Расскажи, где ты учишься, чем ты занимаешься? Творческая ты наша личность. Да, я участвовала в номинации «Творческая личность», учусь я в Самарском государственном техническом университете, на третий курс уже перешла, на инженерно-экономическом факультете, сейчас про все расскажу. Чем я занимаюсь? У меня есть свой проект, я являюсь руководителем и ведущей этого проекта, он называется КМЦ Live. Почему КМЦ? КМЦ — это культурно-молодежный центр. Следующий вопрос, почему КМЦ, а не КМЦ? Ну, как по русскому-то языку, так. А вот не знаю. Вот мы как-то первый выпуск, когда записали, вот как сказалось мне первый раз, так и пошло. Я решила, что если я уже сказала первый раз так, и второй, и третий, и первые пять выпусков так было, а потом только мы заметили, что мы говорим неправильно, мы сказали нет, мы будем стоять на своем, мы будем КМЦ Live, и поэтому у нас такая позиция достаточно жесткая. Ну, давай сделаем так. Сейчас, раз ты ведущая и автор, и в кадре ты появляешься, вот глядя в ту самую большую камеру, объявишь себя и свой сюжет следующий. Готовы? Да, легко. Давай. Друзья, меня зовут Рактирова Анна, я студенческая творческая личность, почти студенческая творческая личность 2016 года. У меня есть свой проект, который называется КМЦ Live, КМЦ Live, извиняюсь. У меня есть проект, который называется КМЦ Live, и сейчас мы представляем вам сюжет о том, как проходила премия студент года 2016. Смотрим. Друзья, прямо сейчас я нахожусь в МТЛ-арене. Вообще, все это мероприятие называется студент года 2016. Я здесь не просто так, я здесь номинантка, и поэтому этот выпуск будет про меня. Ну что представим, криле расправим, мы полетим туда. Я расписалась в каком-то листочке, yes! Все, я выиграю всех здесь. Йо-йо, и тебя, и тебя, Алешка. Наша замечательная Политех ТВ участвует в номинации «Студенческая СМИ года». Мы за них тоже, конечно же, болеем. У нас очень много здесь друзей, на самом деле. Лучшая студенческая творческая личность года – Ушакова Павлия Семеновича. Поздравляю. Я не творческая личность. Так грустно. Да, спасибо, цветы меня, конечно, утишат. Не очень-то и хотелось. Ну, Сатунин, конечно, молодец. Волжанам не дали. Премьер Лига. Первый канал, Горь с Макла. Нет? Но сосиски вкусные. Интервью, что ли, взять у кого-нибудь? Владимир. Бортгау. Бортгау, да. Сегодня мы победители. Я рад. Все как планировалось. А мы рады за вас. Спасибо. Наше студенческое телевидение из трех Лилипутов, Бортсгау, у себя в Инстаграме писали, что я их кумир. Как ты думаешь, вот скажи честно? Ты забыл вопрос. Надо покушать. Иван проходил на этом мероприятии в МИЧЕ. Да. Признайся честно, что тебя смотивировало? Долгом за политех пошел. Я не мог это просто так оставить. А ты знаешь, что такое Комоцелайв? Я знаю вас. Все, мы дарим тебе наклейку. А давай сделаем с тобой фонтус. Шаги. А в эфире рубрика «Подарки». Итак, что мне подарили? Букет цветов, майку, блокнотик, ручку, диплом. Гвоздь программы. Очень крутые. От губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Это студент года из всех студентов года. Лауреат гран-при. Вот это все прошлого года. Да. А это студенческая творческая личность этого года. Да. Та номинация, в которой я участвовала. Я тебя должна загрызть сейчас прям. And dancing, dancing, dancing. Ну вот, ну как ощущения? Тебя увидит вся Самарская губерния. Не только твой политех. Можно я привет передам? Давай. Вот камера. Камера. КМЦ Live. Самарский государственный технический университет. Вот кто бы мог подумать, что мой ролик со студенту года будет сейчас по телевизору показывать. Вот так вот. Вопрос у меня, Настя. Как можно оценить масштабы творческой личности? Вот она сидит, она, допустим, творит. Кто-то танцует, кто-то поет. Как это все оценивалось? Кто был в жюри именно в номинации творческой личности, творческий коллектив? В этой номинации у нас профессионалы. Естественно, как и во всех других. У нас председатель жюри была Бодрова Татьяна Евгеньевна. Член общественной палаты. И директор детского дворца юношества и творчества. Затем у нас была Чердовских Татьяна Викторовна в жюри. Это режиссер, режиссер нашей церемонии. То есть люди ответственно подошли? Конечно. Прям всех посмотрели? Оценивали они, конечно, все разные. У нас есть творческая личность и фотограф, у нас есть творческая личность и ведущая своей программы, у нас есть творческая личность и ходулистка, и все абсолютно разные. Так кто победил? Победила худулистка, пластилиновый дождь, артист этого независимого театра. Оценивали всех, конечно, по их заслугам. Они прикладывали все свои портфолио, все свои регалии, какие у них имеются, и оценивался чисто сухой остаток. Уровень этих соревнований, и в зависимости от этого вставлялись баллы. А затем уже как творчески они смогли себя представить, креативно подойти к презентации, сухо прийти, просто рассказать «Здравствуйте» о себе, там пару слов. Волосы принести. Волосы принести у нас, да. Джульетта, кстати, не в творческой номинации, очень творчески презентовала себя. Она показывала прически на манекене, она принесла голову с волосами, и показывала, она рассказывала о себе, и в этот момент творила красоту, кудри. Надо было членам жюри подойти, там что-то. Я хотела. А все были уложены, все были готовы. Все, понятно, подготовились именно к этой номинации. Ну, а творческий коллектив в этом году кто занял? В этом году коллектив училища культуры и искусств, Чебатуха, это народный коллектив. Ну, у них много заслуг было, они уже наработали свое имя, и в целом, наверное, для кого это не было там сюрпризом, удивлением, потому что он действительно именитый коллектив. В этом году, кстати, мы ограничили участие, вот для каких людей. Если уже в той или иной номинации человек побеждал, или коллектив, то в следующем году он же... Пропускает. Да, он не может в эту номинацию именно подаваться, в той, в которую, да, в любую другую может. Потому что у нас был прецедент, когда творческая личность и года два года подряд выигрывала, вот, и в этом году уже дали возможность другим показать себя, проявить, вот. Ну, вопрос у меня к девочкам. Вот тех людей, наверняка уже знаете, кто выходил вместе с вами, кто становился лауреатами или победителями. А вот в других номинациях кто-то запомнился тебе, Аня? Вот кого-то ты прям вот сболела, может быть, за кого-то. Болела, конечно. Друг мой, любимый, дорогой, Коля Иванов, интеллект года, тоже из САМГТУ. Конечно же, Волжане, Премьер-лига, Первый канал. Они участвовали в номинации «Творческий коллектив года». Потом, ну, наверное, это все, это самые-самые мои дороги. Так, у тебя, Джульет, были какие-то вот любимчики, фавориты? У меня подруга участвовала в студлидере, Ольсова. Она не взяла, но стала лауреатом. То есть ты вместе с ней там, да? Да, я прямо за ней переживала. А были ли какие-то, может быть, знаешь, прям вот спорные моменты, когда жюри не могло определиться и прям, может быть, это как-то долго затягивало? Сейчас раскрываем все секреты, уже можно... Да уже не секрет в целом. Студенческий лидер ВУЗа. У нас в этой номинации два победителя. Такое впервые у нас происходит на конкурсе. Это как раз Фроленков Сергей из Железнодорожного университета и Сатонин Алексей из Политехнического университета. Жюри прям вот по баллам складываем. Одно к одному. Вот идентично. Причем у каждого разно. У кого-то заочный этап был, а у кого-то за заочный этап. То есть чуть-чуть вот разное. Но в целом, когда мы свели и поняли, что, господи, как такое возможно впервые за пять лет у нас такое событие произошло. Достойно, ребята. И здесь бывали у нас в эфирах, и свои проекты тоже представляли. Молодцы. И не первый год у нас участвуют. Вот. Я просто к тому, что не нужно друзья стесняться и бояться. В любом случае поддержат. Помогут подсказать что-то в резюме, в этом портфолио как-то сложить, проконсультировать. Я думаю, что пора уже потихонечку набирать, набирать что-то на студент года 2017. Я так думаю, что уже Аня уже думает, что она будет делать, наверное, какой-нибудь студенческий СМИ в следующем году пойдет. Я уже знаю даже. А, Джульетта, ты будешь что-то пытать счастье? На творческую пойду. На творческую линию. Вот. То есть, как бы, в принципе, каждый, кто уже вкусил этот вкус такой победы или какого-то эмоционального состояния, когда стоишь на сцене, получаешь призы, мне кажется, это здорово. Я так понимаю, что конкурс удался. Конечно. А выступление звезды. Вот у нас минутка остается. Как вообще вы вышли, как согласилась Юлия, Юлия Анна приехать, как выбирали? Мы долго думали, кто же может быть таким, такой звездой, которая доставит радость нашим студентам. Прежде всего, это подарок для всех тех, кто участвовал в этом конкурсе, творческий, приятный. Она за последние годы набирает популярность во всех фестивалях различных, участвует во всех конкурсах, проектах. Вот. И, собственно говоря, выбор пал на нее. Я думаю, что не прогадали, потому что люди вставали с места, танцевали, зажигали, как только можно. Как в последний раз отрывались. Ну, хочется надеяться, что не в последний раз, друзья. Спасибо вам большое, девчонки, что пришли, рассказали. Но вам хочется пожелать хорошего настроения. Будьте с нами. Твое время здесь, на телеканале Самара Гидс, каждую пятницу в 18.15. Пока.